Дом, любовь, трагедия, спасение. Легендарный Чеховский Вишневый сад шел во многих театрах России и даже зарубежья. Появился он и в театре Самарская площадь. Здравствуйте, с вами Марьяна Мирная, вы смотрите программу Город Эс. В гостях у меня сегодня Вишневый сад почти в полном составе, насколько я понимаю, театр Самарская площадь. Представлю быстренько художественный руководитель Евгений Борисович Дробышев, актриса, директор театра Наталья Носова и актеры. Молодняк с собой привели Роман Лексин, Вероника Агеева и Сергей Балатов. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Ну поздравляю с премьерой в первую очередь. Сейчас вот буквально за три секунды до эфира шутили, что девять месяцев вынашивали, как прям настоящего ребенка. Насколько вот шел процесс, давайте об этом немножко поговорим. Трудно было, легко, хорошо. Душа лежала, наверное, да, у всех, раз вот так все в это дело внедрились. Ну, это очень правильно. Над Чеховым и надо работать долго. Это такой автор, он сразу не дается. А уж насколько там лежала душа. У меня лежала. Ну я думаю, режиссер, а всегда к Чехову-то душа лежит прям определенным образом. А он выбирает пьесу. Ему же не навязывает. Это мы уже исполнители. Ну вы обрадовались, в театре обрадовались, что будет Чехов, будет Вишневый сад? Ну в любом случае, да. Классика для молодого артиста, тем более, это непаханное поле, где можно поработать, что-то новое найти. Это очень-очень выгодный вариант, я думаю, для постановки. Вы сколько серёж в театре? Четвертый сезон дорабатываю. Надеюсь, еще пятый поработаю. То есть планы такие недлительные, да? Почему? Нет-нет-нет. Ну это была плохая шутка. Насколько, вот как, когда звучит в театре, что Вишневый сад, понятно, что, ну Наталья Юрьевна, вы в классическом репертуаре играете давно успешно, для именно, вот для молодых ребят, для вас, сразу начали искать, вспоминать, а какую мне роль дадут, назначат на кого, чтобы, хватит ли роли, или вот как в театре бывает, кто-то остается без роли или никто не остается? Всем хватает? Ну, благо, наверное, то, что у нас небольшой коллектив, ну, по сравнению с большими театрами, там, как взять театр драмы. Из-за этого тут уже смотришь на взрослую категорию персонажей, которые указаны в произведении, точнее. Вот, наверное, на это мы опирались, на это мы смотрели. Перечитывали классический вариант само произведение или вот инсценировки было достаточно и как дело было? Перечитывали, считали несколько вариантов именно классический. Ну, у нас и остался классический, у нас нет купюр. Практически, может, там 2-3 реплички какие-то незначительные. А так нет купюр. Практически, вот как написано у Чехова, все это мы играем почти без помарка. Вот, смотрите, такой момент. Классика всегда, ну, вот особенно в последнее время, мне кажется, что многие театры как-то более, обратили внимание на классику, возвращается она вот в наши российские и самарские, в частности, театры. И мне кажется, что это, наверное, связано с тем, что в какой-то момент очень много было каких-то коммерческих спектаклей, вроде много каких-то комедий, на которые точно люди пойдут и так далее. Сейчас возвращаемся к классике. Вы как актеры рады этому, что и на классику теперь тоже большие залы собираются, и публика идет, и на люстрах висят. Это же здорово, вас должно это радовать? Нас это радует в первую очередь только потому, что классика – это серьезный материал, к нему нужно подходить серьезно. И когда актер отдается полностью, охота получать что-то взамен. А мы же получаем именно эмоции зрителей. Так что да, конечно, когда на классику зал полный, это очень приятно. А что с вот, ну, все-таки произведение-то непростое, и много там, много есть в чем поковыряться, да, так скажем, поразобраться. Наверное, поэтому, да, так долго, 9 месяцев. С чем какие, вот, как Евгений Борисович говорит, что не сразу Чехов дается, с чем какие были точки, которые не позволяли сразу что-то, какую-то проблему решить или что-то? Ну, вот если взять, вот с моей точки зрения, у меня просто есть опыт работы в двух пьесах Островского и вот вторая пьеса Чехова. Все-таки Островский, да, учился у испанцев, как считается, и у него, что думает герой, то и говорит. У Чехова вот эти вот знаменитые подтексты, за Чехова при жизни, при его, там, боролись, символисты говорили, что это наш, там, другие говорили, что это наш. Вот, поэтому, мне кажется, что практически у каждого есть свое видение, у каждого есть своя версия. И, опять-таки, вот, по опыту работы над «Чайкой» до сих пор идет работа, вот, внутренние работы. И Евгений Борисович иногда собирает нас и что-то заново говорит, хотя сколько, уже 8 лет «Чайке». И внутренние работы всегда идет, потому что вдруг раз, пять лет играешь, вдруг раз что-то открылось тебе, думаешь, боже, а тут же вот что-то еще есть. То есть всегда есть какие-то коридорчики, коридорчики, лабиринты, где можно выйти еще на что-то. И я уверена, что «Вишневый садом» будет то же самое, потому что «Вишневый сад» – последняя пьеса Чехова, особая пьеса Чехова. Когда человек уже, в общем-то, понимал, что он уходит, и тогда всегда что-то такое еще открывается. Вот, очень сложная пьеса, очень сложная. Смотрели какие-то, ну, сейчас же много видео, да, интернет там нам в помощь всем, какие-то еще спектакли «Вишневый сад» именно в других театрах, или, может быть, заграничные какие-то виды, вот что-то такое видели еще, или опирались только вот на свое внутреннее кочутье, и понятно, что, Евгений Борисович? Смотрели, ну, до того, как установки приняли, даже еще, когда и не думали, что будем ставить, смотрели, на видео смотрели из трейлера, «Живую» смотрели, «Живую» смотрели, «Некрошеса», «Современник» смотрели. Как вы думаете, такие произведения, вот, исконно русско-классические, такие, как вот Чехов, их вообще вот, ну, надо, чтобы их ставили, там, иностранцы, допустим, или оно вот настолько русское, что, ну, просто ваше личное мнение, как вот актеров и знатоков все-таки русской классики. Лучше вот русским оставить это, или роман? Ну, наверное, может быть, конечно, интересно было бы посмотреть, только потому, что, как видит человек, там, да, допустим, живущий где-то за границей, какое его мышление, то есть, как он это видит, как он это прочел. Мы же все можем прочитать тексты вот одинаково, а подумать-то, что в нем, за ним лежит по-разному, то есть, у каждого у нас свое видение текста, и каждый по-своему подходит к нему, так же, как и Евгений Борисович. То есть, я думаю, что та обстановка, которую мы поставили, она достаточно новая, достаточно интересная, то есть, там нету никаких подковырок в плане того, что была цель найти что-то новое, что еще никто не нашел, скажем так. Нет, это взгляд, взгляд именно вот человека, который вот захотел вот это сделать. То есть, я думаю, что у Евгения Борисовича была эта цель давно назначена, то есть, только он, наверное, как-то, может быть, ну, с опаской подходил, а вот сейчас взял и подошел. Слушайте, а не хотелось, сейчас же много кто берет классическое произведение и начинает у него там мобильные телефоны внедрять, еще что-то. Такое не проскальзывало мысль, или все-таки она была, но вы ее отбросили и решили классический вариант. Ну, вот сейчас есть целое течение вообще в российском театре, что неважно, о чем написал драматург, я хочу вот об этом. Вот мы как раз, почему такая длинная работа, мы искали именно о чем подписал драматург. Да, потому что, ну, он умнее всех нас вместе взятых, он гений, это понятно. Когда премьера состоялась, вот предпремьерное вот это какое-то чувство, что было? Я понимаю, что волнение, что каждый раз, даже не на премьеру, артисты волнуются, выходя на сцену, но вот когда выносим Чехова, что в душе, когда вот все, занавес открывается и погнали? Драник. Я не знаю, это, конечно, очень сложное ощущение, но могу сказать, что перед премьерой нам всем снился вишневый сад. У всех были такие сны, и было ощущение такое, что мы никуда не уходили, что мы здесь живем. И когда мы уходили на сцену, было такое ощущение, что каждый день это вот вишневый сад, что действительно, когда там мама возвращается из Парижа, что вот, это сегодня, сегодня она вернулась. И каждый день было вот как будто сейчас это происходит. Загонял вас, Евгений Борисович, да, ночные репетиции какие-нибудь устраивал, чтобы все в тонусе были? Нет. Ночью мы спали. Спали, точно. Нет, их не было, но была... Утренние были. Да, утренние, утренние. Они где-то посложнее, чем ночные. Утренние были, да, и для нас непривычные. У нас рано так не начинается, так рано не начинается обычная репетиция. Поэтому где-то последние недели три, да, были утренние. В принципе, это просто мы привыкли, что у нас репетиция начинается в час. Почти во всей России она начинается в одиннадцать. Просто для нас одиннадцать – это раннее утро. Рановато, да, еще? А тут пришлось брать себя в руки, да, и к одиннадцати утра на репетиции приходить. Нет, прийти не сложно, а сложно, чтобы голова включилась. А поскольку это уже предпремьерные репетиции, тут уже не отдохнешь, не похалтуришь, в толпе не спрячешься. Вот, от тебя уже на репетиции их требуют по полной, как на спектакле. Вот, а в одиннадцать еще, как правило, первый акт все время с остановками был. Не могу не спросить о костюмах, предлагаю, как бы у нас есть несколько фотографий со спектакля, да, вместе со зрителями посмотреть фотографии. И попрошу рассказать о костюмах и декорациях костюмах. Наталья Юрьевна, кто делал, у кого заказывали, что за авторы? Ну, с костюмами у нас в этот раз как-то все было сложно, но в итоге справились. Вот, причем, даже вот на последних-последних предпремьерных за день, буквально до премьеры, еще что-то доделывалось. Вот, что было достаточно неудобно, дышевалось, да, что давало лишний нерв артистам. Мне, например, вот мой костюм до последнего был не готов, для меня костюм очень важный, несмотря на то, что у меня там опыт сценический большой, поэтому, ну, излишний плохой нерв был. А декорации, декорации нам делал художник, с которым мы познакомились на Волге театральной, художник из Ижевска, Денис Токарев. Вот, он приезжал перед премьерой, выработал, доводил дома декорации. Насчет важности костюма, да, вот Наталья Юрьевна сказала, что очень важно. Вам как, ребят, то есть вот многие там артистки, которых уже, к сожалению, нет в живых, но мы все о них помним, говорили, что главное, чтобы костюмчик сидел и рукавчик, да, был в нужном месте. Насколько это важно, насколько это помогает созданию образа и, ну, вхождению в образ, так скажем, да, потому что все равно же раз, оделся, посмотрел, уже все, другой человек пошел на сцену, герой. Думаю, конечно, да, то есть костюм, он придает характер любому актеру, и актер без костюма, конечно, ему будет намного сложнее, чем актеру с костюмом. Ну, и тут, то есть это сразу действия какие-то новые находятся, то есть опять же начинаешь держать осанку, это само собой, то есть все зависит от того, ну, то есть от того, какой у тебя костюм. Если у тебя там троечка, если у тебя там рубашечка, все, значит, осанка прямая, руки за спину, либо где-то там на ширине плеч, вот, я думаю, да, костюм очень хороший. То есть как есть два типа артистов, да, которые идут от внутреннего к внешнему или от внешнего к внутреннему. Я думаю, если ты что-то нашел, как дошел от внутреннего к внешнему, то костюм в любом случае тебе поможет еще что-то найти уже от внешнего. Во-первых, он обязательно должен быть комфортным, удобным, да, ты уже знаешь свои мизансцены, вот, поэтому на последних примерках говоришь, нет, мне вот так не пойдет, потому что у меня мизансцена такая, и чтобы я не думала о костюме во время мизансцены, потому что вот это самое губительное, особенно на премьерных показах, если вдруг костюм неудобен просто. Вот, ну и по поводу внешнего вида, все, что ребята сказали, это совершенно справедливо. Я, например, к своему костюму очень придирчиво относилась, потому что Любовь Андреевна приехала из Парижа, я посмотрела, то есть моды в Париже и моды в России в те годы очень сильно отличались. Отличалась, конечно. Вплоть до длины, там длина вот такая была революционная уже, вот, и были все вот эти модерновые уже платья. Мы привыкли к чеховским костюмам, это высокий рукав, это пояс широкий, вот, поэтому, ну, Евгений Борисович был не против, вот. Такого решения, как у меня во втором там действии, такое платье радужное, парижское. Какие-то, может быть, фотографии использовали, вот, моды того времени, вот, в Париже или России? Использовали, конечно, смотрели. Все натуральное. Подсматривали, да, безусловно. Причем старались именно фотографии, а не учебники по костюму, не книги эти, потому что там подиумная мода. Вот всегда с художниками по костюму и спортными всегда, вот я, например, спорю. Я говорю, мы же не музей, где показывают исторические костюмы. Нам нужно, чтобы актриса выглядела так, как нам надо. А нам нужно, опять-таки, комфорт, удобство. Нам нужны какие-то краски, потому что вот во всех этих книгах там подиумная мода, как сейчас вот в журналах мод. Ну да, в таком не выйдешь. А нужно вот фотографии смотреть, искать фотографии, как ходили по улицам, вот, тогда и образ будет живой, а не кукольный такой, выйдешь как... Музыкальное решение тоже всегда интересно, потому что музыка даже бывает, просто слышишь музыку, и уже и в атмосферу погружаешься, и узнаешь, Евгений Борисович. Музыка вся современная, старинной музыки не использовалась. И, кстати, совсем недавно композитор, который в основном использовался в Вишневом саде, Олег Каравайчук, позавчера умер. Да, вы что? Да. Да. Ну, то есть, получается, это последняя какая-то, да, его... Нет, он же писал... Ваш спектакль? Нет, я имею в виду вот... Не для нас, это мы скачали из интернета его старые какие-то работы для кино. Понятно. Да, очень печальная новость. Да, печально. А вот сейчас мы его увековечиваем. Увековечиваем, ну, тоже хорошо, правильно все. Хорошо, как зрители восприняли, потому что понятно, что на премьеру, скорее всего, да, пришел уже постоянный зритель, который ждал, который знал, что... Премьерный зритель, да, я говорю всегда, что премьерный зритель – это особый, они, в общем-то, приходят с хорошим настроением, они как бы поддерживают нас. Это действительно наш постоянный зритель, тот, который не пришел, там, искать премьерных каких-то недоработок, а наоборот, вот наоборот, прощает многое нам. И хорошее, и было такое единение с залом. Все три дня зритель очень хорошо принимал, прям поддержал нас. Ну, вы, по-честному, три спектакля отпремьерили, да? Да. Правда говорят, что второй спектакль какой-то самый провальный почему-то? Или не почувствовали в этот раз? Или все-таки это не миф актерский? В этот раз не почувствовали. У нас вообще, вот я знаю, что у нас в театре нет понятия второй спектакль. Я не знаю, это отчего, но второй не хуже, а бывает и лучше, на самом деле. Но мы, правда, мы провели два прогона на полные залы. Да, предприниматель. Два прогона вы делали? Два прогона на полные залы. Да вы что, слушайте, как вы выжили? Тяжелый год. Вот, собственно, все, кто остались. Кто выжил, что вы пришли на эфир. Цветов много было, принесли много зрителей цветов. Подарки какие-то, да, корзинки. Да, была роскошная корзина цветов. Во второй как раз день нас посетил мэр города Олег Борисович. Было очень приятно. Все и трупы подарил. Такую шикарную корзину. Вообще цветов было много. Цветов было много. Игрушки дарили. Аплодисменты, конечно. Дарили. Дарили. Ну, самим-то как? Первый спектакль, вот сама премьера, как прошло? Все срослось? Все получилось? Или где-то все-таки какие-то были такие, ну, недоработочки, которые приходилось на месте выкручиваться и выруливать? Ну, выкручиваться нет. Но мне кажется, что все три дня немножечко спектакль шел так пока неровно. Может быть, в первый день так даже как-то очень осторожно. Но в целом у меня было ощущение, что все, что мы хотели, мы сказали. Это было. Это конкурсный спектакль? Мы его будем вести на какие-то фестивали, куда-нибудь? Столько работали над ним, надо же куда-то еще повезти. Возить этот спектакль вообще очень дорого. Поэтому главные конкурсы это будут в Самаре. Но если нас пригласят, мы поедем, конечно. Дорого, потому что там, скажем, нужно определенных размеров сцена. Ну, чтобы декорация, да, поместилась? Там у нас сзади по цели проходит железная дорога. Это надо все там... Поезд выезжает на сцену. Что там машины на сцене? Пошли дальше, у нас поезд выезжает на сцену. Слушайте, ну я вас поздравляю. Но не могу отпустить, пока тоже чуть-чуть планами не поделитесь. Потому что середина июня. Я знаю, что еще вот чуть-чуть разойдутся все в отпуска. Но как у вас будут дела обстоять? Насколько вы уходите в отпуск? Когда собираться будете? С чего сезон планируется начинать? Или вот сейчас всех отпустите чуть-чуть отдохнуть, а потом новое что-нибудь? Ну, новое мы будем с августа уже что-то такое разминать. Пока не определились с этим. Да ладно, я вот чувствую, что определился. Молчи просто каким-то решить. Скрывай. Нет, ну я скрываю, конечно. Это последний причин. Ну, как-то надо от Вишневого сада немножечко передохнуть. От Вишневого сада, да. Потому что, честно говоря, у меня после работы над Чеховым любую пьесу, которую берешь, думаешь, как все просто. Элементарно просто. Какие-то гастроли планируются у театра на летний период? На летний период? Это не гастроли. Нет, это не гастроли. Это на педу, Даша. Нет, вот пока вот четких таких... Ну, на лету точно нет гастролей. На лету точно нет гастролей. А на сезон, там, в фестивале, какие-то гастрольные поездки пока тоже точных решений нет. Потому что и время такое, все гастроли, да и фестивальные поездки, они достаточно затратные. Поэтому будем смотреть по ситуации. Слушайте, помните, когда давным-давно артисты театра уезжали на целый месяц куда-нибудь на гастроли? Да, ну так это же финансирование. Вы вообще застали молодежь? Нет, они не застали. Так, чтобы на месяц не застали они. Ой, какие-то обмены даже были. Да, ну это же министерство, культура, все финансировало. Месяц сидели, это были замечательные времена, когда месяц артисты сидели, им шла зарплата, и шли еще суточные. Чем не съездить, да? Можно и поехать поработать немножечко. Вот, пока. Хорошо, лично какие планы, кто куда в отпуск собирается, потому что жара не стоит на месте, нагнетает наш город. На Волгу, матушка, пойдем. К бабушке деревню, в баничку, на огород. Вершим сезон традиционным волейбольным матчем. Ну-ка, ну-ка, расскажите. Да, мы уже, четвертый, наверное, сезон как-то, не такая давняя традиция. Со зрителями, что ли? Нет, нет. Ну, малый, вы пироги капустные едите со зрителями, может, вы в волейбол со зрителями играете. Нет, ну, 3-го мы, когда 3-го июля у нас будет закрыт сезон, мы со зрителями, конечно же, попрощаемся. То есть, да, это тоже будет вишневый сад, вишни угостим, и это безусловно. Так мы на следующий день уезжаем все время, то есть это наш последний день, потом уже расходимся точно в отпуск. Мы уезжаем за Волгу, играем там в волейбол, да, играем в волейбол, это у нас традиционно. Ну, там шашлыки, конечно, купание. Слушай, какая хорошая традиция. Замечательно. Всем театром прям. Всем театром. Всем. Замечательно. Волейбол, спорт, все занимаются спортом, там нужно поддерживать. Артист должен себя в хорошей форме поддерживать. Абсолютно. Абсолютно должен. Все волейболисты такие. Мы даже не знали, пока они начали ездить за Волгой, я даже не знала, как у нас все хорошо играют в волейбол. Серьезно, серьезно. И олимпийские чемпионы. Олимпийские чемпионы тоже пока есть еще две минутки. Вы все самарские выпускники нашей Академии культуры, правильно? Вы к Евгению Борисовичу что-то, что, как бы, сами пришли или он вас позвал? Ну, Евгений Борисович ходил на наши спектакли на выпускные и на дипломные, просматривал зорким глазом, отсматривал, потом пригласил к себе в театр на прослушивание, прослушал. И мне он сказал, Сергей, я тебе завтра-последовавтра позвоню. Я думаю, а, ну, знакомая фраза я в кино смотрел, знаю, что, ну, понятно. И в этот же день Евгений Борисович позвонил вечером, сказал, я тебя беру. Я потанцевал вамбу-румбу и все, недоволен, пришел работать в театре. То есть там он вас отсматривал, а в театр прослушал. Да. Мы почитали ему Есенина, Куджаву почитали, по-моему. Правда, сейчас ты уже не вспомнишь. Давно это было? Зараник. Ну, у меня практически та же история. Зараник сам пришел. Ну, Евгений Борисович приходил на наши дипломные спектакли, он посмотрел, ну, как бы намекнул, что можете прийти на прослушивание. Потом я пришла сначала с группы приходила, потом одна приходила на прослушивание. А потом Евгений Борисович тоже мне перезвонил. Поэтому я здесь. Роб. Ну, я думаю, то, что нового, тоже ничего не скажу. Но дело в том, что я выпускался в 2009 году, и мы тогда с нашим коллегой ставили спектакль по Ашкеназе «Брут собачья жизнь». Это моноспектакль, он шел как... У него работа была режиссерская сдача, диплом. Моя шла как актерская. Вот. И, конечно же, был Евгений Борисович. После спектакля он подошел, сказал... Беру. Спасибо вам огромное, что пришли. Удачи. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой. С удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин